Вот, и даже лапы не видно. Лушать. Беларусь окутал туман. Видимость местами составляла всего несколько метров. Густая дымка появилась еще в пятницу. Синоптики объявили штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности. К утру субботы туман не рассеялся. Та же картина наблюдалась на протяжении всего воскресенья и понедельника. Пелена в воздухе стала причиной ДТП по всей стране. Один человек погиб, 18 травмированы. В такую погоду предельно внимательными призывают быть госавтоинспекторы. Нужно сбросить скорость движения, включить противотуманки и ближний свет фар. Особо осторожными стоит быть и пешеходом. Лучше всего обозначить себя фликером. Тем временем на центральную часть Аргентины обрушилась мощная песчаная буря с ветрами и градом. На дорогах виднелись пыльные облака. Природный катаклизм привел к массовым отключениям электроэнергии и повреждению имущества. По словам очевидцев, песок и пыль на горизонте представляли собой апокалиптическую картину. Буря превратила день в ночь, оставив после себя обломки ветви и части обшивки зданий. На Фиджи обрушился мощный ураган Яса. Погибли четыре человека. Полностью разрушен остров Киа. Еще в одном регионе люди также лишились крови над головой. Там не хватает воды и продуктов. Повреждены линии связи. Помощь нуждающимся оказывают добровольцы Красного Креста. Волонтеры опасаются распространения болезней. На помощь своей ВВС отправила Австралия. Завтра в Бобруйске синоптики обещают сплошную облачность. В среду на смену сухой погоде придет сильный снег и метель. А в четверг над городом вновь сгустится туман. Не отступит он и в пятницу. В выходные небо затянет серая дымка. Прогнозируется также снег и метель. Температура воздуха на неделе от нуля до минус четырех. К слову, метеорологи предрекают, 2021 будет слегка холоднее нынешнего года. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.